Музыка Профессия моя называется киномеханик. В наши обязанности входит непосредственно демонстрация фильма, показ, качественный показ. Во-первых, это правильная зарядка пленки в аппарат. Это самое главное. Следить за настройкой резкостью, то есть четкость картинки, качество звука, чтобы соответственно тоже это зависит от нас, уровень звука в зале, чтобы было не сильно громко, чтобы людям было комфортно находиться в кинозале при просмотре сеанса. Освещение тоже от нас зависит. То есть в начале сеанса мы следим, чтобы свет в зале перел, и по окончанию сеанса в основном у нас это все автоматически. Он сейчас в автоматическом режиме. Он срабатывает по меткам, стоят датчики индукционные, то есть он срабатывает на металлические метки. Приклеиваются определенные специальные метки, ну типа фольги, скажем так. Проходя через датчик, датчик срабатывает и включает автоматику. Здесь смена формата, допустим, можно сменить формат, покажу, допустим, широкого на обычный. Я не учился на киномеханика. Я изначально пришел в кинотеатр как электрик. Потом в дальнейшем переквалифицировался. Был у меня, конечно, интерес в кино. Это еще с детства. Когда-то в детстве еще сидел в зале, в кинозале. Мне было интересно, как же там это, в кинооператорской, там, за окошком. Вот моя мечта сбылась. Я работаю киномехаником. Начинается день с того, что киномеханик приходит на работу. Заходит к администратору, администратор выдает ему репертуар на целый день. Привет! Привет! Как дела? Хорошо. Что у нас снова? Ничего, в принципе. Расписание то же самое. Расписание все то же самое. Спасибо. Хорошего рабочего дня. Заходим в аппаратную. Проверяем все работоспособность. Проводим ТО. То есть, непосредственно проверка всех трущихся узлов, деталей, механических деталей. Затем следует чистка аппаратуры. Какой-то пыли, загрязнений, может быть, если какие-то есть. Какие-то там отложения, может быть. Все это чистится непосредственно. Проверяем работоспособность лампу, ксеноновую лампу, которая выдает световой поток на экран. Ну и далее уже по расписанию, по репертуару запускаем сеансы. Вот этот кадр, а вот она рамка получается. Если мы неправильно заряжаем, тогда получится она пополам делится. Попосредственно пленочный и цифровые аппараты у нас есть еще. Пленочные аппараты, они простые в использовании. Это их плюсы. Качество картинки между пленочным и цифровым практически не отличается, они практически идентичны. Качество картинки. То есть для нас, киномехаников, работать на пленочном более привычно. То есть цифровое – это новое оборудование. Ну и мы справляемся, конечно же, и с цифровым. Тут у нас находится цифровой сам проектор. Вот сам сервер. То есть это фильмохранилище, скажем так, если быть попроще, на котором залиты все эти фильмы. Вот его примерно проигрыватель визуально. Возможность паузы есть, перемотки. Это не обязательно, что нужно нажать просто play. Там очень много своих нюансов. То есть там есть свой процессор, который воспроизводит в определенном формате фильмы. Составление плейлиста. Туда подвязываются метки, автоматики. То есть он работает практически автоматически сам. Мы только настраиваем. Проектор вот он с возможностью показывает 3D-фильмы. Очки, поляризация. 3D-модуль здесь встроенный. То есть он находится внутри. Специальный модуль. Управляется он здесь автоматически, то есть с сервером. Учитывают метки, что мы хотим включить 3D-фильмокопии. Получаем мы их от прокатчиков, дистрибьюторов. То есть они нам отправляют. Мы здесь встречаем фильм. Привозят нам в кинотеатр. То есть мы приходим, расписываемся о получении фильмокопий. В ближайшем будущем планируем показывать казахстанское кино. То есть фильмы казахстанских режиссеров, актеров. Фильмы будут на пленочных носителях. То есть качественное пленочное кино казахстанское. Дальний зал под этим выделяется. Именно под казахстанское кино. Это специальный пресс. Это резак. Чтобы отрезать ровно пленку. Режем в кадр. Вот так разрезается это все. Потом стыкуется. Здесь зубчики специальные, чтобы не промахнуться. И стыкуем между собой пленочку. Пленочку состыковали. Завели. Приклеили. Есть специальный пресс. Вот она чистая получается. Как будто ничего не было. При сборке фильма надо обязательно учесть кадры, рампу. То есть мы режем определенно по кадрам. Если мы неровно вырежем, не в кадр, получится у нас на экране ноги сверху, голова снизу. Вот такое получится оказаться. То есть за вот этим очень внимательно надо следить. Быть очень внимательным при сборке фильма. При сборке непосредственно фильма мы проверяем его. На дефекты. Какие-то потертости, царапины. Это все заносится в технический паспорт. Кинокопии. Дефекты. Ну в первую очередь я думаю, что это звук. Если студия где-то может быть где-то не доглядела звукозаписывающийся. То мы с аппаратной сразу при запуске сеанса. Мы не можем сориентироваться. То есть мы не слышим звука в зале. Мы можем только по истечении минут десяти, наверное, только это исправить. Бывает такое, что в пленку ракорды бывает вставляется. Ракорды это начальная часть фильма, которая перед фильмом вырезается и склеивается пленка между собой. Бывает такое, что где-то... Ну это очень-очень редко. При моей практике это было всего один раз. И опять же вот есть звуковая часть. Вот она звуковая дорожка. Вот она перфорация. То есть вот эти отверстия это называется перфорация. Между перфорациями это аналоговый звук. А рядышком дорожка это уже цифровой звук. То есть это Dolby, как говорят Dolby Digital. Dolby это аналог. Digital цифровое. Если повреждена цифровая дорожка, соответственно, он будет считывать с аналогового. Мы приходим рано утром. По окончании всех сеансов, то есть ночные сеансы по-разному заканчиваются. Может в час ночи, может в два часа ночи закончится сеанс. После этого мы еще остаемся, когда люди уже все вышли из зала. Мы еще находимся в кинооператорской. Проверяем аппаратуру, чтобы не было никаких там поломок, что-то тому подобное. Выключаем всю аппаратуру, пока мы это все выключим. Ну, проходит довольно-таки нормальное время. Всегда в аппаратной должен киномеханик находиться, потому что это оборудование дорогостоящее. Мы ответственны за это оборудование, пока мы находимся на смене. Шестизальный мультиплекс, то есть у нас находится шесть аппаратов у меня, допустим. Я должен всегда ходить между ними, проверять работоспособность. То есть просто я физически не могу находиться возле окошка, сидеть и смотреть фильмы. Радовать людей. Люди приходят сюда отдохнуть, расслабиться, посмотреть какие-то новинки. Вот это мне доставляет радость, доставляет людям радость. Я люблю свою профессию, я уже много лет работаю киномехаником. Люблю, наверное, за само кино. Нравится мне кино. Хоть и сам редко смотрю это кино, но нравится работать киномехаником. Субтитры создавал DimaTorzok